Маленькая рабыня Ниемана. Четвертая книга Сарс, пятая глава. Рассказы о детях Библии. На поле работают люди. Они женат колосья, но при этом постоянно испуганно оглядываются по сторонам. Чего они боятся? Это израильтянь. Каждый год на них нападают сирийские, забирают весь урожай. Это очень плохо, потому что после таких набегов у людей не остается никакой пульс. Сирийские воины, как разбойники, врываются в дома и забирают все, что им нравится. Они забирают даже мальчиков и девочек и заставляют их работать на себя. Однажды во время такого страшного набега в плен сирийским воином попала девочка. Они одни ее в свой край. Сирия – это страна, в которой люди поклоняются идолам и не служат Господу. Как же ей грустно и одина, о, здесь, одиноко здесь, в чужой стране, без чужих людей, без своих родителей. Девочка попала в дом сирийского военачальника Неймана и стала служанкой у его жены Нейман, очень сильный и храбрый воин. Ему подчиняется много солдат, но он болен проказы. Тело Неймана покрыто страшными нарывами и язвами. Маленькая служанка делает свою работу и думает о Неймане. Не жаль своего Господина, потому что он так страдает. Никто из людей не может его вылечить, но она знает, что Господь может исцелить Неймана. Господь все может, но Нейман не знает Господа. Вот если бы он хоть разрок побывал в Израиле, там живет пророк Елисей, слуга Божий. И он может исцелить Неймана силою Божьей. Осмелится ли девочка рассказать об этом жене Неймана? Надо обязательно это сделать, иначе Нейман непримерно умрет. Девочка идет в комнату с женой Неймана и говорит. Госпожа моя, ваш муж выздоровел бою, побывал у пророка, который живет в Самарии. Он совершил уже много чудес. Судивительная госпожа смотрит на израильскую девочку. Ее муж сможет выздороветь. Неужели это правда? Она рассказала об этом Неймане. Я отправлюсь в Израиль, говорит он, за надеждой в голосе. Может быть я действительно выздоровею, а с собой возьму много серебра и дорогую одежду. Великолепные колесницы плавно катятся по улицам города Самарии. И тянут за собой запяженные гони. В одной из колесей сидит больной Нейман. Его сопровождает множество слух. Вот они остановились у дома Елисея. Как только Елисей увидит, что я приехал, успешно выйдет из дома, думает Нейман. А потом помолится своему Богу и прикоснется руками к моим нарыбам. И я сразу выздоровею. Но Елисей не выходит из дома, а посылает к Нейману своего слугу. Елисей сказал, Чтобы ты окунулся семь раз в реке Иорган. И тогда ты выздоровеешь. Как же рассердился Нейман. Почему корок Иеруси сам не вышел к нему? Разве он не знает, что Нейман великий человек? Неужели такой знатный человек, как он, будет купаться в грязноводах Иордана? Нет, этого Нейман не сделает. Реки в его стране намного чище. Нейман приказывает казнирнуть колесницей гневе, уезжает прочь. Но его слуги говорят ему, Господин наш, если бы что-нибудь трудное сказал пророк, сделай тебе, чтобы исцелиться. Разве не сделал бы ты по слову его? А он просит тебя только окунуться в Иордане, чтобы выздороветь. Пожалуй, они правы, думает Нейман. Поезжайте к Иордану, приказывает он. Вот Нейман заходит из корисы. Идет к реке. Семь раз окунает он в воду. Слуги наблюдают за ним. Затаит дыхание. А потом все его моры исчезают. Это сделал Господь, Бог Израиля. Ведь он всемогущий. Господь Иисус Христос может быть в нашей грехе точно так же, как и нарывы Неймана. Потому что Иисус Христос наш спаситель. Так же радуйся Нейман. Он спешит назад к Елисею и благодарит его. Воиноначальник хочет подарить ему много серебра и красивую одежду. Но Елии отказывается от дорогих подарков. Я не хочу ничего брать. Потому что тебя исцелил Господь. Теперь я знаю, что только один Бог Израиля есть. Истинный Бог восклицает Нейман. С этого дня я буду служить только Ему. Есть другая Елисея. Стоит рядом. Он не понимает, почему Елисей отказывается от серебра и красивой одежды. Такое богатство. Никогда не Емман отъехал подальше. А Елисеев ушел в свой дом. Слуга быстро побежал за крестницей воиноначальника. Не Емман у него и приказал остановить крестницу. Что случилось? Спрашивает он. К Елисею пришли два человека. Это жоп есть. Не дашь ли ты для них серебра и красивой одежды? Конечно же. Возьми серебро и одежду. Говорит Нейман. Мои слуги помогут тебе донести все это. Ведь серебро очень тяжелый. Хорошо. Отмечает Диези. Когда мужчины подошли совсем близко к дому Елисея. Диези говорите. Дальше я, донизу сам. Возвращайтесь к своим крестницам. Диези берет одежду и серебро. И тайком Елисея прячет в доме. Когда же слуга возвратился к Елисею. Пророк спросил его. Где ты был в Диези. Я был здесь и никуда не ходил, а диетил Диези. Но Елисея знает правду. Потому что Господь ему все рассказал. Вот Диези за то, что ты так сделал. Теперь ты сам, а позже и твои дети будете страдать от нарыва Ниемана. О, посмотри на Диези. Теперь все его тело покрылось гномными нарывами. Какое страшное наказание постигло ему. Диези мечтал разбогатеть. Но стал таким бедным и несчастным человеком. И нет ему теперь никакой пользы от его серебра и красивой одежды. Колесницы Ниемана вернулись домой. Колесницы Ниемана вернулись домой. Так радуется маленькая рабыня, что Ниеман приехал домой совершенно здоровым. Она смогла рассказать ему о Господе. А теперь Ниеман уже сам знает Господа Бога и строили. Ниеман, я иди на руке. Серьезная точка. Напишу, что Ниеман, я не подбейся. Ниеман.